Ладно, можно пукать. Просто, когда ходишь по-большому, то не всегда... Нет, нет, все, прекрати! В смысле, если оно жидкое? Перевод предоставлен фан-сап-группы Оксилупс. Озвучила Айка. Приятного просмотра. Шоу-тервью Сонми. Как здорово! Покупаем фрукты! Ура-у-ра! Прямо в бампер! Ребята! Перемена закончилась! Садимся на свои места! Все по местам! У-у-у, ребят! Быстро сели! Сегодня мы выбираем старосту. Ура-а-а! 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 У-у-у! Учительница Ли! Что от меня требуется, чтобы стать старостой? Чтобы стать старостой, нужно обладать харизмой и уметь развлекать. У-у-у! Еще у тебя должны быть какие-то особые таланты. Блин, я в пролете! Учительница Ли! Слушаю! Какие плюсы в том, чтобы быть старостой? Если станешь старостой, будешь сидеть рядом со мной и чаще попадать в кадр. Тогда пусть каждый по очереди расскажет, почему именно он должен стать старостой. Кто первый? Я готов! Давай! У меня широкие плечи. Завидую! Здорово! Мои плечи как тихий океан. За моей спиной как за каменной стеной. У-у-у! Так, проверим-ка твои слова. Правда ли у тебя такие широкие плечи? Можно я напрягу широчайшую мышцу? Широчайшую? Со всей силы! А с какого плеча измерять? Мне куртку снять? У тебя такая широкая грудь! Ты чего? 59 сантиметров! Поделись двумя сантиметрами! Как круто! Следующий кандидат? Учительница Ли! Я уверен, чтобы быть хорошим старостой, нужно разбираться в трендах ТикТока. А я разбираюсь. И что там за тренды в ТикТоке? Например, можно станцевать дуэтом. Как в танцевальных челлендерах. А как тебе такая идея? У тебя очаровательный низкий голос. Возьми и просто спой маньяк. Все! Отлично, отлично! Кто дальше? Учительница Ли! Я! Я Лино! Какие у тебя сильные стороны? Я один из ведущих на шоу Music Core. И я отличный ведущий. Здорово! Первоклассное ток-шоу, известное во всем мире. Шоу Тербу с Сонми. Ждите с нетерпением. Шоу-шоу-шоу! Шоу Тербу? Шоу Тербу? Шоу Тервью. Нужно было речевую разминку сделать. Кто дальше? Привет, я Хён Джин! Вау, такой милый! Милашка! Я завидую, такой красавчик! Я харизматичен и с чувством юмора все в порядке. Точно? Ты уверен? Ага. Это доказано? Я улыбаюсь, глядя на тебя. Это потому, что у меня забавное лицо. Продемонстрирую свою харизму мимикой. Задачка прям по нему. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. На тебя очень приятно смотреть. Спасибо. Давайте дальше. Следующий, Хан. Привет, я Хан. Беги, Хан. Точно, я Хан из мультика «Беги, Ханни». Позвольте вам помочь. Я Хан. По-моему, на восторге. Меня зовут Хан, сокращенно от Хандра. Много хандришь? Ага. Обещаю, что не буду Ханджой и справлюсь с ролью старосты. Что с тобой случилось? Почему ты хандришь? Я с детства люблю музыку. Подожди, почему ты вдруг не с ним голосом заговорил? Потому что у меня от Хандры даже голос сел. Да, бывает. Я могу выражать свою хандру в творчестве, сочиняя музыку. Раз ты хороший рэпер, выплесни свою хандру в рэпе. Невесомость? Что я несу? Невесомость. Невесомость. В смысле, без бита? Давай рэп в невесомости. Просто провал! Ух, какое облегчение! Так, кто следующий? Мисс Ли, я Сэн Мин. Я похож на щеночка и буду преданным другом. А еще я могу развлекать одноклассников на переменах. Кок, я буду петь. Почему он такой миленький? Правда, щеночек хорошо поет? Ага, тогда спой нам. Только сначала настроюсь на манеру JYP. Давай в манере JYP. Подождите, подождите. Сэн Мин, ты отвечаешь за пародию на JYP? Да, верно. У нас в группе тоже одна девочка его пародировала. И это была я. Следующий. Привет, я Айен. Я из Кусана. Мое очарование, это мой акцент. Айен, скажи что-нибудь на пусанском диалекте. Что ты нам сможешь сказать? Я скажу свой девиз на сегодня. Твой девиз на сегодня. Сегодня Стрейкидс... Всех порвут. похоже на моего дедулю он хорошо изображает дедуля правда лучше покажи бабулю будьте здоровы горошинки мои кто же последний здравствуйте меня зовут банчан меня зовут банчан говоришь да банчан ну и что ты умеешь быть твоим другом хип-хоп объединяет пользуешься значит нашей дружбой что да вот именно я вообще самым первым в эту школу поступил старпёр старпёр учитывая мой опыт именно я должен быть старостой у меня полно опыта я должен быть главным нельзя забывать об опыте так давайте проголосуем и выберем старосту кто же станет старосты староста будет руководить своими одноклассниками поднимите руку те кто хочет быть старостой окей хан сын мин айен и чан бин так сложно выбрать когда я учился в школе я был старостой ты такой крутой чан бин а я ни разу не был старостой теперь хандрю я хандрю дайте ему шанс прям сердце кровью обливается и старостой становится хан я староста староста хан да рассади всех по местам так ладно вижуалов нужно посадить в середину на первый ряд айен ты сидишь здесь слушаюсь чан бин сюда ты просто молодой пока ты садись сюда к вижуалам все остальные садитесь где хотите я прямо чувствую что мы стали ближе обычно когда мы доходим до этой части шоу я извиняюсь перед гостями но раз вы у меня в классе давайте используем эту возможность и укрепим нашу связь отличная идея мне нравится на прошлой неделе у нас гостях были эйби сикс о дэхви они рассказали что в их видео за кулисами слышно ваши голоса на заднем плане мы там песню из рекламы поем вы всегда такие шумные да конечно где бы мы ни находились чтобы мы не слышали мы все превращаем в музыку работы с нами эду-вил надеюсь они вас позовут в свою рекламу а мы им вряд ли подойдем мы же артистов с которыми хотел бы поработать конечно мы видели и что вы почувствовали радость счастье давайте уже посотрудничаем вы уверены и что мы вместе будем исполнять 24 hours уверен что вы сможете хорошенько потрясти попами чан бин точно сможет у чан бина хорошо получается ага опять чан чан бина на все умеет да нет не все у вас очень много фанатов за рубежом вы даже дебютировали на первой строчке билборд 200 какой у вас секрет успеха наша искренняя любовь к музыке наша искренность выступления страсть амбициозность любовь к стей надежда у нас всегда столько идей что нам и 24 часов мало мы всегда хотим большего хотим быть лидерами о потрясающе как-то неискренне звучит у вас ведь вышел новый альбом да расскажите нам о нем кейс 143 что это за песня кейс 143 ну стрейки это первая песня ой какое-то не то поведение выбрал чан вернись к нам кейс 143 песня о любви это первая песня стрейки с таким концептом правда ой точно ваша музыка всегда была яркой и непредсказуемой вау песня о любви от стрейки и да верно вы влюблены сейчас мы всегда влюблены в стей какие вы скучные продажи ваших альбомов трижды подряд переваливали за миллионный тираж это потрясающе ребята сколько вы продали в этот раз два миллиона триста семьдесят тысяч копий вы продали два миллиона триста семьдесят тысяч копий как вы себя чувствуете я очень горжусь и рад что многим людям понравился альбом что делает меня еще счастливее понятно кейс 143 да начнется игра в мафию только мы немного изменили правила вот правило есть три мафии и трое мирных жителей стрейки полицейского зовут пак джиньон это так смешно блин я представил его форме врача зовут чо чон хан он лидер команды у нас есть каждый можем говорить как ровесники да не упускайте шанс если мирный кит победят то вы сможете выступить с новой песней но если победит мафия то вы в пролете окей давайте начнем играть игроки опустите головы сначала я выберу мафию мафия поднимите головы посмотрите на своих товарищей теперь выберу пак джиньона о пак джиньон выбираю чо чон хана эй чон хан чон хан игроки пора просыпаться какое чудесное утро кто это интересно кто пак джиньон кто такой пак джиньон кто такой пак джиньон все так помешано на пак джиньоне игра в поисках пак джиньона с чего мы начнем о со знакомства давайте представим я пак джиньон ты умрешь нет нет я пак джиньон я мирный житель я тоже мирный житель я пак джиньон я пак джиньон очень похожи я менеджер пак джиньона ребята оставьте на потом я чо чон хан чо чон хан укажите на того кто по вашему мнению мафия это он это он кто на кого показывает кто указал на лино кто указал на сэнмина это сэнмин почему почему потому что когда он представился он изобразил пак джиньона он спел прямо как пак джиньон тогда он должен быть пак джиньоном а ты должен выбрать мафию подождите подождите а мафию в общем большинство выбрала сэнмина да да ну тогда решайте убивать его или нет умри умри раз два три умри как у вас отношения с сэнмином мы потом помиримся да они всегда такие правда так начинается вторая ночь мафия просыпайтесь и решайте кого вы убьете доктор поднимите голову и решите кого вы спасете он точно выбрал себя пак джиньон подними голову и угадай кто мафия блин ты вылитый оон игроки просыпайтесь хана убили кто бы это мог быть не могу понять чон хан должно быть выбрал себя я согласен чон хан точно себя спас как он человек это чон хан о так вот он какой чон хан пак джиньон указал на кого то верно кого поймал полицейский так как доктор еще жив признавайся полицейский все верно доктор продолжит спасать себя пак джиньон тебе нельзя сейчас разговаривать ой что сэнмин сказал про пак джиньона что они похожи вау он похож на пак джиньона почему вы смотрите на меня посмотри на меня почему вы на меня смотрите он подозрительный смотрите как он странно себя ведет вы пожалеете если убьете меня мы никогда не продвинем нашу новую песню так решаем кто еще у нас мафия раз два три серьезно кто голосует за чон бина кто голосует за феликса поровну почему вы думаете что феликс мафия очевидно что он мафия смотрите какой он нервный даю вам последнее слово что мне сделать до этого я пел низким голосом теперь хочу спеть высоким как неожиданно он мафия мы просили тебя оправдаться что за глупости он вытворяет ого у нас осталась только одна мафия ну доктор и полицейский все еще последний мафиози давай постарайся наступает ночь мафия поднимает голову и решает кого убить пак джиньон решай кого проверить он так похож на пак джиньона кажется я догадался кто полицейский чо чон хан подними голову он тоже похож на джвой пи чью жизнь ты спасешь он снова выберет тебя уже утро ребята лино мертв ты не мафия я чо чон хан доктор доктор пожертвовал собой доктор чо выбыл ты же мафия да нет же в глаза смотри почему они так бегают кто этот загадочный полицейский кто джиньон кто это тип джиньон покажись уже не оставляй меня одного о пак джиньон да я пак джиньон а точно они же говорили что он похож на настоящего пак джиньона я слышал это от духа да да дух так и сказал в общем я проверил кое кого хен джин мафия кто знает я не мафия попробуйте угадать кто же мафия я ему доверяю раз два три хорошо хен джин твое последнее слово вы пожалеете о своем решении клянусь я не мафия какой ужасный актер понял весь став здесь знает правду может хотите изменить свое решение неа давайте я дам вам второй шанс нет убейте его пожалуйста раскрой свою личность я мафия в результате стройкидс победили поехали Музыку! Музыка! Музыка! Вперед, чиночит! Вау, супер! Вау, круто! Отдышитесь, отдышитесь! Последняя рубрика, Страйкидс известна как прорыв кейпоп-индустрии. Вот почему мы подготовили эту рубрику. Давайте посмотрим, сможете ли вы сохранить свою первоначальную решимость. Мы устроим дебаты. Мы поделим вас на две команды. Даже если задание не совпадает с вашим мнением, вы должны будете отстаивать то, что написано на бумажке. И Сон Ми, ведущая дебатов, выберет короля дебатов. Вау, ведущая Сон Ми! Победителю я вручу подарок. Итак, первая тема. В современном обществе могут выжить только терпеливые. Тогда что труднее вытерпеть? Нужду сходить по-большому или по-маленькому? Что за вопрос такой? Вы шутите? Староста Хан, раздайте бумажки. Хорошо, только принесу их сначала. Но это... Показывайте, что там у вас. Раз, два, три. У меня по-большому. Никто не пересаживается? Мы не специально. Давайте начнем. Команда по-маленькому первая. Если рассуждать логично, то по-большому можно потерпеть понемногу пукой. Ладно, ладно, можно пукать. Но если пукать, и при этом содержимое такое... Нет, замолчи, замолчи! Я понял, понял. В смысле, когда оно жидкое? Тогда живот может заболеть. Живот? Если накануне есть острую пищу, то будет болеть живот. Разве можно сдержаться? Можно, если выпить таблетку. Вот именно. Для этого есть таблетка. Но если внутри слишком сильно накопилось, то уже ничего не поделаешь. Оно будет потихоньку просачиваться. Хотя со мной такого не было. Сходи к врачу! Со мной такого никогда не случалось. Тогда почему ты об этом говоришь? Не было у меня такого. Подождите, подождите. Хуанчжин, почему ты голову опустил? Честно говоря, мне неловко это даже показывать в кадре. Фанаты разберут на мемы. Кадр, где я держу табличку по-большому. Из этого получится много мемов. Ну, Сэн Мин. Вы посмотрите, как он отмалчивается. Ты прям как муфиози. Ну, я тут подумал. Короче, если не удастся сдержаться... Я просто задумался. Пока вы спорили, как можно сдержаться, я представила, что катастрофа уже случилась. Сэн Мин, как всегда. Короче, если не сдержаться по-большому, это будет куда более ужасно. Хватит, хватит! Последняя тема. Каждую осень из-за холодной погоды и сухого воздуха часто случаются пожары. Так в чем же вопрос? Если пожар начался в сауне, и у вас в руках только одно полотенце, вы прикроете лицо или что ниже пояса? Ого, вот это вопросик. А что, смешно? Надеюсь, мне не достанется то, о чем я думаю. Пожалуйста. Покажите, что у вас там. Раз, два, три. Секундочку. Итак, лицо справа, ниже пояса слева. Начинаем дебаты. Вам конец, ребята. Нет, лучше уж так. Да, лучше. Эй, слушайте. Если это покажут в новостях, и скажут, это Леной и Стрейкидс, разве так лучше? Без лица никто ничего не узнает. А если закроешь лицо, никто не догадается. Даже если закрыть лицо, то затылок все равно видно. Эй, у кучи людей одинаковые прически. Тем более, если закрыть так, чтобы не было видно волос. Даже если закрыть лицо, внимательные люди тебя узнают. Они что, детективы? Но ведь это попадет в новости. Что? То, как ты выбегаешь. В новостях все равно все зацензурят. Они всегда цензурят. А мне казалось, вопрос в том, что если начнется пожар, то обгореть либо лицо, либо... Я больше с ним не могу. Смотри, у тебя всего одно полотенце. И если в сауне пожар, то внутри, наверное, много людей. Если тебя вдруг узнают... А так разве не хуже? Тогда просто не здоровайтесь. Тебя все равно не узнают. А что если запрыгнуть в такси? Думаешь, водитель пустит тебя в салон? Вряд ли ты сможешь передвигаться. Но это же вопрос вежливости. Какая вежливость? Тут пожар. Остаться в живых, вот что важно. Но ради других. По этикету надо прикрыться ниже пояса. Эй, этикет, этикет, все горит. Да, мы плохо воспитаны, но мы хотим выжить. Пока мы не выберемся живыми к черту, этикет. Смотри, разве так бежать удобнее, или все-таки лучше вот так? Можно бежать вот так. Извините, но... У меня перед глазами эта картина. Нуна! Прекрати, так нельзя. Ух ты, какой горячий спорт. Я точно прикроюсь ниже пояса. А я прикрою лицо. Правда? Я обязательно прикрою лицо. Нуна, пожалуйста, назови победителя. Хорошо, ладно. Было тяжело. Побеждает команда ниже пояса. Меня впечатлило, что вы вспомнили про этикет. Я согласен. Я бы тоже прикрылся ниже пояса. Нельзя же прям так выбегать, не прикрыв самое главное. Теперь я должна выбрать самого убедительного из вас. Я решила. И выбираю Сын Мина. Я считаю, что Сын Мин спокойно и трезво оперирует фактами. О, айпэд, айпэд! Нашему королю убеждений. Спасибо. О, это твой альбом? Открывай, открывай. Что это? Это что, книга? Ребята, будьте убедительны. Надеемся, ты будешь в центре внимания. В дебатах Сын Мин был самым убедительным. Вам понравилось? Кажется, я раскрылся с новой стороны. Правда, было очень необычно. А ты Чанбин? Сегодня я многое получил. И одновременно многое потерял. Прости меня. Надеюсь, нашим дорогим Стэй очень понравилось. И спасибо вам большое. Сын Мин, король дебатов, тебе понравилось? Я практически уничтожил нашу репутацию, но благодаря помощи Нуны Сон Ми я продержался до конца. Что с тобой? Во время дебатов казалось, что Хён Джин очень стыдно. Мне кажется, эта книга как раз для тебя. Хён Джин, тебе понравилось? Мне было весело. Спасибо, что вышли за границы развлекательных шоу. Посмотрим, как Стэй отреагирует на этот выпуск. И оценим мемы, которые они сделают. Хван Хён Джин прикрывается ниже пояса. Давайте прощаться со Стэй и заканчивать. Круто, сегодня было очень весело. Раз, два, степ аут. С вами были Стрэй Кидз. Спасибо большое. Шотер вью Сон Ми. О,心 динамый отец. О, вот. Продолжение следует. Если wasn't прожарясь, то мне нужно было бы оставить. Нема, я не хочу. Нема, я вам, я сейчас выберу. О, мы, я че-то что-то буду тратить. Чтобы помочь? Пeste попробую. Не, не, не. О, не, б beloved. О, не в руке. О, не, не, не. О, не! О, не, не, не. О, не, а! О, не.